Неработающему пенсионеру один раз в два года положена компенсация стоимости билетов до места отдыха и обратно. Законом предусмотрены пять видов транспорта – железнодорожный, авиа, автомобильный, водный и морской. Для жителей Губкинского актуальны первые три. Для компенсации за железнодорожные, авиа и билеты на маршрутный автобус есть свои ограничения. Возмещается ЖД-транспорт, плацкарт пассажирский, возмещается авиабилет и эконом-класса, также возмещаются маршрутно-транспортные автобусы, только надо предоставить обязательно чек на оплату, где будет прописано все, и сам талон. Если же билеты были приобретены в купейный вагон поезда или бизнес-класс самолета, пенсионеру необходимо будет запросить справку о стоимости плацкарты или эконом-класса соответственно. Оригиналы проездных документов, при необходимости справку и заявление неработающий пенсионер предоставляет в пенсионный фонд или многофункциональный центр. Правом компенсации у нас воспользовалось сначала действие программы с 2005 года 1676 человек. По многим из них были вынесены положительные решения. Есть решение об отказе. С начала этого года у нас было 185 заявлений, 7 решений об отказе. Принять решение об отказе в выплате компенсации пенсионеру специалисты пенсионного фонда могут в нескольких случаях. Во-первых, если пенсионер является работающим или индивидуальным предпринимателем. Во-вторых, если он получает пенсию не в Губкинском управлении пенсионного фонда. В-третьих, гражданин не проживает на территории Крайнего Севера и выезжает на отдых не из нашего города. Есть еще причины, из-за которых пенсионеру не оплатят стоимость проезда. Если поездка пенсионера не работающего осуществлялась на личном транспорте, осуществлялась за границу, то есть не по территории Российской Федерации, либо оплата производилась другим лицом. И подтверждающих документов о переводе денежных средств пенсионеру третьему лицу у нас нет. В этом случае у нас может быть вынесено решение об отказе. Если причин для отказа нет и принимается положительное решение, то в течение полутора месяцев на счет пенсионера поступают средства компенсации за билеты до места отдыха и обратно. В этом году на возмещение стоимости билетов управление пенсионного фонда в Губкинском уже направило более 2 миллионов рублей. Екатерина Склюева, Сергей Парфимович, Новости Губкинского.